Юноши строгие и элегантные, девушки невероятно грациозны и изящны. В Славянске на Кубани прошли соревнования по одному из самых красивых видов спорта – бальным танцам. С участниками российского турнира «Славянский вальс» пообщались наши корреспонденты. Раньше танцы считались родом искусства. Сегодня принято рассматривать соревновательные бальные танцы как артистический вид спорта. Почему танец можно считать спортом? Потому что он требует от танцора таких качеств, которые свойственны большинству настоящих видов спорта. Физическая сила, гибкость и координация, музыкальность, выносливость, дисциплина и командный дух, грация и стиль. В отличие от большинства других видов спорта, танцы обладают особенностями, которые позволяют считать их не только спортом, но и искусством. В минувшие выходные в спорткомплексе «Лидер» собралось более 600 участников из разных городов России. Турнир «Славянский вальс» ежегодно проводится на Кубе главы района. Роман Сенеговский обратился к участникам и гостям соревнований с приветственным словом. Сегодняшний «Славянский вальс» – это вальс победы. Этот праздник восхищен 70-ти веки и великой победы. Это прежде всего дать память нашим воинам, которые погибли и велико через войну. И, конечно, дать уважение нашим ветеранам, благодаря которым мы сегодня живем, растим детей и проводим такие яркие праздничные мероприятия. Хозяйка праздника танцев в нашем городе была директор спортивной школы «Кристалл» Елена Черекьянц. Отрадно, что участников с каждым годом становится все больше, отметила Елена. А в этом году в соревнованиях приняли участие спортсмены из Республики Крым. Этот турнир проходит в рамках 70-летия Великой Победы. Это уже для нас честь проводить в такое именно время. Ну и, конечно, когда спустя ровно год мы воссоединились с Крымом, впервые к нам в наш город, в наш район, приехал Крым. Это город Талушта, Севастополь, Керчь. Очень много участников, очень много судейской бригады. Ну и, конечно, участников очень большого количества. В рамках конкурсной программы участники соревнований должны были исполнить шесть видов танцев – медленный вальс, квик-степ, самбо, джаев, ча-ча-ча, венский вальс. Для каждой категории участников свои степени сложности. Глядя на участников турнира, легко скользящих по паркету, может сложиться впечатление, что научиться танцевать легко и просто. Но за каждым грациозным движением скрывается кропотливая работа, ежедневные тренировки и железный характер. «В первую очередь, это как работа серьёзная. Потом, не знаю, работа над собой». Как и в каждом виде спорта, в бальных танцах есть свои лидеры. Но главная цель для каждого, вне зависимости от турнирных очков, победа. И идут к ней ребята с уверенностью. Одни из самых юных участников, Софья Чепелева и Игорь Купин, приехали в наш город из краевой столицы. Для них это соревнование далеко не первое, но значимое. Цель одна – обойти соперников. И ребята готовы бороться за победу. Софья поделилась с нашей съёмочной группой своими планами на будущее и рассказала, почему выбрала именно бально-спортивные танцы. «Мне понравилось в шесть лет танцевать. Я даже маленькая была, когда не ходила. Я каждый раз танцевала, когда музыку включали. Вот почему мне понравилось. Родители увидели, что есть спортивные бальные танцы. Меня отправили туда. Я начала танцевать. Мне нравится на конкурсы ходить, получать медали, кубки. И вот танцевать, да и всё. Мне нравится танцевать. Я хочу стать мастером спорта и учить детей». Соревнования проходили в течение всего дня. По итогам двух конкурсных дней были определены имена победителей во всех возрастных категориях. Но несмотря на занятые места, каждый из участников приобрёл бесценный опыт выступления и интересного общения на таких масштабных соревнованиях. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, программа «События».